кто-то сделал гид коммит с бессмысленным сообщением это нужно срочно остановить в этом видео я покажу 5 инструментов которые level up на твою гид игру подписывайся на канал если ты здесь впервые ставь лайк и поехали я не люблю монотонные действия все вот это вот щелканье по кнопкам заполнения форм ждать пока браузер страницу загрузит поэтому открывает наш список утилита хаб вообще не представляю как люди без нее живут если вы используете гитхаб это просто маст хэв экономит кучу времени одной командой я могу создать новые репозитории на гитхабе перейти в него открыть его в браузере создать новую и шью создать pull request формат репозиторий и еще куча всего что перечислено у них на сайте например чтобы создать новый гитхаб репозиторий мне достаточно перейти в папку с проектом написать хаб create а для того чтобы перейти на страницу репозитория в браузере я набираю хаб брауз и все происходит супер быстро установите очень легко для mac и linux он есть в homebrew или linuxbrew для других платформ есть уже прикомпилированные бинарники в общем устанавливайте пользуйтесь на здоровье единственный минус это то что подходит она только для гитхаба если вы знаете такие же утилиты для гитлаба битбакета или других репозиториев напишите их в комментариях если пользуетесь хабом тоже пишите в комментарии любопытно сколько нас таких следующий инструмент это хаски он тоже позволяет автоматизировать работу с гитом только если хаб добавлял новые команды которые упрощали нам жизнь то хаски позволяет работать с хуками гитхуки это такие маленькие скрипты которые исполняются при выполнении каких-то действий в гите например при комите или при пуша они доступны и без хаски если вы откроете свой гит проект и откроете в нем папку дат гит в нем вы увидите папку хукс и если вы откроете ее то в ней вы увидите примеры скриптов которые можно выполнять на какие-то действия с гитом хаски позволяет легко создавать эти скрипты и распространять их внутри своей команды самый типичный пример использования это пробегание тестов когда вы делаете комит настроить это очень легко мы можем добавить конфигурацию в пакет джейсон или в отдельный файл выглядеть настройка будет одинаково в любом случае мы просто сообщаем на какое действие в гите мы хотим выполнить наш скрипт в нашем случае yarn тест пробуем сделать гит комит и видим что выполняются наши тесты если тесты упадут комит сделать не получится мы это использовали во многих командах где работал в принципе удобно немножко дольше делается комит но зато точно не запущешь поломанных каких-то изменений еще можно ограничить эти хуки на конкретные бранчи тогда будет еще удобней кроме тестов можно настроить ленты а некоторые настраивают притер чтобы он запускался при комите другой пример использования это установить зависимости когда вы выполнили пул репозитория я предпочитаю делать это вручную но смысл в этом вижу бывает неприятно спулить изменения и увидеть что проект больше не запускается потому что нужно установить новую библиотеку проект популярный поддержать его можно как создав pull request так и финансово единственный нюанс здесь в том что это npm пакет и соответственно подойдет но только для javascript проектов напишите в комментариях какие инструменты вы знаете которые позволят делать то же самое но в проектах на других языках комитизм недавно я читал статью в каком-то блоге где разработчик поделился своим скриптом который он использовал чтобы автоматически добавлять комит месседж апдейт и сразу пушить ускорить работу так сказать честно говоря я думаю что это довольно плохая идея потому что если так делать то в конце концов ваша история где те превратится просто в кашу и когда вы будете искать баг который был добавлен несколько комитов назад это будет не так то просто гораздо лучше использовать комитизм это плагин для гита он добавляется как отдельная команда гит сезет и он автоматически форматирует комит исследуя конвенции 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 комикс эта конвенция описывает формат сообщений комитов если по простому то формат следующий тип скоб и описание тип это фича бак фикс документация скоб это больше относится к моно репозиториям когда у вас в одном репозитории несколько проектов а description это описание того что вы делали также опционально в комите может быть тело body и футер если нужна какая-то дополнительная информация теперь история будет выглядеть чисто и будет легко читать а еще вы получите два бонуса во первых бесплатно получаете семантические версии а во-вторых автоматическая генерация change logo для тех кто не знает семантическое версионирование эта система при которой мы нумеруем версии тремя цифрами через точку мажорная минорная и патч когда мы увеличиваем мажорную это значит что мы сделали несовместимые изменения в api минорная когда мы добавляем обратно совместимые фичи и патч когда мы делаем обратно совместимые бакфиксы и просто посмотрев на версию мы можем сказать что поменялось если несовместимые изменения насколько большой этот апдейт полная противоположность такому подходу сентиментальное версионирование вот есть даже шуточный веб-сайт который описывает какие есть сентиментальные форматы нумерования версий в В таком случае не нужно придерживаться никакой особой схемы и называть версию, как бог на душу положит. Так вот, когда вы используете Commitizen, вам об этом вообще думать не нужно, потому что у вас уже на уровне коммитов все размечено. Если у вас есть Breaking Change, Commitizen об этом спросит, и у вас это будет такая пометка в коммите. Если у вас был патч, это будет тоже отражено. Если это новая фича, об этом будет сказано в Commit Message. И когда дело дойдет до релиза вашего пакета, все можно будет сгенерировать автоматически. А во-вторых, так как ваши коммиты теперь аккуратно проименованы, вы теперь сможете автоматически генерировать ChangeLog. Вот сайт, на котором написано, зачем это нужно и как его правильно вести. Если вкратце, то вам будет легко отслеживать важные изменения в проекте, и вы по сути не будете прикладывать никаких дополнительных усилий. Для команды, где я сейчас работаю, это была просто находка. Помимо того, что наши коммиты стали аккуратными, мы на самом деле стали делать их почаще. Когда ты знаешь, что тебе нужно будет указать скоп и вот все детали, которые спросит Commitizen, как-то начинаешь задумываться, а что именно я сейчас сделал, что именно сейчас пойдет в коммит. В общем, тулза еще и отлично организует. Еще важно отметить, что сам Commitizen предоставляет только интерфейс. Вся логика написания и форматирования сообщений предоставляется плагинами. И на странице Commitizen вы можете найти тип форматирования, который будет удобен, будет подходить именно вам. Мы в итоге написали свой плагин, потому что нам было важно, чтобы он хорошо работал с монорепозиториями. И там есть некоторые свои особенности. Например, мы хотели, чтобы в скопе указывались приложения, которые были затронуты коммитом, и чтобы их можно было выбирать через менюшку. А еще, чтобы этот плагин автоматически определял, где были сделаны изменения, в каких пакетах. Сделать это было легко, поэтому если вы тоже захотите какой-то кастомный сетап, смело делайте. Если вы не хотите автоматически создавать коммиты, но хотите, чтобы они были хорошо организованы, то ваш инструмент — CommitLint. Его можно запускать вручную или при помощи гитхуков, например, Husky. Он будет проверять, что ваше сообщение соответствует выбранному формату, и если это не так, то будет показывать ошибки в консоли. Лично мне такой подход не очень нравится, потому что если задачу можно автоматизировать, мне кажется, ее нужно автоматизировать. И еще я не люблю, когда машина мне указывает, что я неправ и как-то неправильно что-то сделал. Поэтому я предпочитаю настроенный Commitizen. Но это дело вкуса. И последний инструмент, которым я хочу поделиться сегодня — это gitignore.io. Это веб-сайт, на котором можно легко сгенерировать файлы gitignore для любого типа проекта. Теперь можно не беспокоиться, что вы забудете добавить какую-то важную папку или файл в ваш gitignore. В качестве альтернативы есть коллекция gitignore файлов на GitHub. Ссылка будет в описании. Спасибо за просмотр. И напиши в комментариях, что тебе интересно увидеть в следующем выпуске. Ставь лайк. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!